Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена и наш мистический клуб Маэстро Мажорки. Мы продолжаем говорить о лунной магии, которая влияет на нас. Мы можем этого замечать, можем не замечать, но если разложить по полочкам и все проанализировать, то выяснится, что оказывается мы давно живем по ритмам Луны, только не отдаем себе этому отчет. И вот сейчас я вам каротиночка, это видео будет достаточно коротким, но весьма полезным, потому что я объединила все знаки зодиака, по которым мы только что, словно, прошлись и разобрали, в чем оно нам полезно, в чем не полезно и как правильно спланировать жизнь. Теперь я объединила знаки по стихии. У нас эта традиция известная. Речь сейчас пойдет об огненных знаках. Это у нас, как вы понимаете, Овин, Лев и Стрелец. И когда Луна находится в этих знаках, это называются знаки тепла. Есть общая тенденция, которая объединяет эти периоды, и есть вещи, которые всегда удаются в эти периоды, чтобы вы не планировали. Когда у нас Луна находится в огненных знаках, напоминаю еще раз, Овин, Лев, Стрелец, очень удаются пикники. Я очень рекомендую вам пометить это себе. Если вы подыскиваете время для отдыха на природе, и так, чтобы получить от этого удовольствие и не нервироваться, это надо делать именно тогда, когда Луна находится в одном из этих знаков. Пикник всегда удачен. Даже если будет пасмурный день, вы все равно этого не заметите. Будет такая душевная обстановка, будет такая радость от встречи с природой, что вы будете невероятно довольны. Но что интересно, в летний период, именно в огненные знаки, когда вроде бы ничего не предвещало, природа нас наделяет приличной порцией гроз, града и прочих неприятностей. Кажется, с утра было солнце, но обязательно пойдет дождь. Поэтому именно в этот период, когда идут огненные знаки Овен, Лев и Стрелец, берите с собой зонтик. Не ошибетесь, как правило, зонтик вам всегда должен в эти дни пригодиться. Еще маленькая рекомендация для ваших домашних омовений, если вы не попали на природу, но по разным обстоятельствам. Именно в период огненных знаков принимайте, пожалуйста, контрастный душ. Во-первых, он необыкновенным образом оздоравливает ваш организм. И вы получите хорошую привычку этим заниматься. Но не когда попало, а именно тогда, когда Луна находится в Овне, Льве или Стрельце. Вот такая маленькая вам рекомендация. Она придумана не мною. Эта информация проверена временем, так что можете ей довериться и в конце концов приобщиться к такому явлению, как контрастный душ. Что он дает? Во-первых, он закаливает организм, во-вторых, тело делает упругим. И лицо в том числе. А молодость и красота нужны всем. Когда заходят знаки воздуха, это называется дни света. Соответственно, даже если на улице пасмурная погода, тем не менее солнце на вас оказывает огромное влияние. И даже под тучами можно принять неплохой загар, а то даже и обгорит. Поэтому солнце влияет на вас очень и очень серьезно. Что могу вам еще сказать, дорогие мои друзья? В некотором смысле, лучи солнца в период прохождения Луны по воздушным знакам для вас очень и очень благоприятны, не взирая на то, что я вас уже предупредила, что якобы вас могут ожидать солнечные ожоги. Но вам обязательно надо выходить в это время на воздух и общаться с Солнцем. Это полезно не только вам, но и растениям, и животным в том числе. И все стремятся в эти дни, вольно или невольно, быть на улице и принимать солнечные ванны. Поэтому, дорогие мои друзья, это очень полезно и очень хорошо. Иначе, как понять эти дни света? Солнце для вас вас оздоравливает, вас лечит, поднимает вам настроение, делает вас более успешными. Так что помните себя, пожалуйста, вам это полезно. Близнецы веса и водолеи являются воздушными знаками, если вы забыли, о чем идет речь. Единственное еще предупреждение, дорогие мои друзья, оно касается водителей. Именно в эти дни солнце может сильно влиять на ваше зрение. Появляется так называемый риск в глазах. Поэтому, если вы водите автомобиль, именно в эти дни старайтесь водить его в солнцезащитных очках, невзирая от сезона. Зимой иногда глаза страдают еще больше, чем летом. В этот момент вы не защищены от солнечных лучей. И это может вас отвлечь от дороги и привести к несчастным случаям. Поэтому, дорогие водители, сделайте себе, пожалуйста, помимо. Когда Луна находится в земляных знаках, а это у нас с вами телец, это дева и это козерог. Это называемые дни холода. Как бы вы ни укутывались, и даже если на улице достаточно жарко, у вас будет постоянное чувство озноба. Как будто холодок бежит по вашей коже, и вы постоянно покрываетесь так называемой гусиной кожей. Это связано не с вами, не с тем, что вы заболеваете, и вам нужно уже пить какой-нибудь аспирин. Дело в том, что это невольное такое явление, которое возникает именно, когда Луна находится в земляных знаках. Ничего страшного, дорогие мои друзья. Еще это один период, который, собственно говоря, способствует тому, чтобы принимать контрастные души. Но если в первом случае, когда мы принимали контрастный душ, он шел нам для красоты души и тела, то здесь контрастный душ приводит к тому, что нервную систему вы приводите в порядок. Поэтому очень рекомендую эти омовения не пропускать. Сначала хорошенько разогрелись очень горячей водой, потом резко охладили себя холодной, взвизгнули как следует, получили удовольствие от жизни. Во всяком случае, ваша нервная система это точно заметит. Дни воды. Рак, скорпион, рыба. К сожалению, не лучший период будет в вашей жизни. В природе в этот момент будет огромное количество осадков. Можете даже заметить, когда Луна находится в одном из этих знаков, будет поливать, причем за день может вылиться в месячная норма дождя. Аналогичное настроение будет у вас. Вы будете впадать в меланхолию, пессимизировать и вообще будете вести себя несколько плаксиво и капризно. Ну что ж, дорогие мои друзья, вот вы теперь знаете, что происходит с вами в те или иные периоды. Почему хочется сплакнуть, почему вы полны обид, почему вы стараетесь достучаться до мира, что вы так прекрасны, а вас никто не видит, не ценит, не понимает. Это просто на вас зашли дни воды. И вы под властным этому периоду пребываете в таком депрессивном состоянии. Не переживайте, все это пройдет. Никто в этом не виноват, кроме Луны. Но мы ей обязаны все простить. Ну что ж, дорогие мои друзья, такая мелкая информация, но тоже есть над чем поразмышлять. С вами была Елена.